Ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет с прошлого года выплачивают по-новому. В этом году социальную услугу подкорректировали. Деньги перечисляют только после оценки доходов и имущества. От этого зависит размер пособия 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. С 2021 года были внесены изменения, выплата стала дифференцированной, то есть 50, 75, 100% от прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи. И тогда же была введена комплексная оценка имущественного положения человека, гражданина. Если говорить о доходах, то они принимаются за 12 месяцев, которые предшествуют 4 месяцам подачи заявления. Необходимым условием является наличие доходов от трудовой деятельности. Впрочем, законодательством предусмотрен ряд исключений. Если по уважительным причинам кто-то не работал, то это также будет основанием назначить эти выплаты. Основание, при котором семье одобряется выплата от 3 до 7 лет, является в том числе отсутствие доходов у семьи, если женщина в течение от 6 и более месяцев являлась беременной. Либо если заявление подано на назначение выплаты при наличии у женщины срока 12 недель беременности, либо более. С 2021 года была введена комплексная оценка имущественного положения гражданина. И тогда в составе имущества учитывались автотранспортные и иные технические средства, в том числе те, которые находились под арестом либо в угоне. С 2022 года такие автомобили и иные технические средства исключаются из перечня имущества. Соответственно, в данном случае человек может претендовать на выплату от 3 до 7 лет. Для назначения этих выплат достаточно подать заявление на портале госуслуг или обратиться в отдел социальной защиты населения и МФЦ региона. Всего в Рязанской области такие выплаты получают 20 тысяч детей из 17 тысяч семей. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».